Здравствуйте! В прошлый раз я обещал начать новую интересную тему – глагол, и вот мы ее начинаем. И начнем мы эту тему с самого основного, то есть с основы глагола. В церковнославянском языке у глагола есть две основы. Первая называется основа инфинитива, а вторая называется основа настоящего времени. От основы настоящего времени образуются все формы настоящего времени, и в том числе причастие настоящего времени, а также повелительное наклонение. От основы инфинитива образуются, например, все формы прошедших времен. в церковнославянском языке прошедших времен несколько. Аорист, имперфект, перфект и плюс к вам перфект. Мы их все, конечно же, рассмотрим. Так вот, они образуются от основы инфинитива. Кроме того, естественно, от основы инфинитива образуется сам инфинитив. Как найти основу инфинитива? Инфинитив, к слову сказать, это неопределенная форма глагола. Берем какой-нибудь инфинитив и отрезаем от него инфинитивный этот самый суффикс «ти». Например, «двигнути». Значит, основа инфинитива будет «двигну». «Страдати». Значит, основа инфинитива будет «страда». «Видети». Основа инфинитива «виде». Не всегда основу инфинитива можно найти в таком хорошем, явном виде. Например, в случае, если перед нами инфинитив «мо-щи», то есть «мочь», «ти» оттуда достаточно проблемно извлекается. Или инфинитив «ре-щи», то есть «говорить». Тоже достаточно сложно вычленить оттуда «ти». Или инфинитив «пе-щи», то есть «печь». В этом случае нужно реконструировать прославянскую форму до того момента, когда настали какие-то звуковые изменения. Звуковые изменения могли быть двух видов. Или перед этим «ти» изменялся конечной согласной основы, или конечной согласной основы вкупе с этим «ти» давал нечто, как в случае «ре-щи» и «мо-щи». Попробуем найти форму первого лица, единственного числа «я». Аз. Аз-реку. Ага. Реку, значит, там прославянская форма «рек-ти», и вот это вот «к» и «т» слились в один звук «щ». Ре-щи. То же самое. Пеку, пекти, пещи. Могу, могти, мощи. Закон, по которому произошло вот это слияние, есть прямое следствие тенденции к восходящей звучности, о которой мы говорили там еще, когда маленький курсик исторической фонетики у нас был. Вот, может быть, вы не придали ему особого значения, а теперь мы с ним будем сталкиваться сплошь и рядом. Тенденция восходящей звучности. Значит, каждый последующий звук в слоге должен быть более звучным. «К» и «т» стоят на одинаковой степени звучности. Такого не может быть по тенденции к восходящей звучности. Поэтому они изменяются. Вот они изменились в «щ». Другой формой приведения звукового состава инфинитива в соответствии с тенденцией к восходящей звучности является изменение предыдущего согласного перед «т». Например, «вести», но основа инфинитива там будет не «вес», а «вед», потому что «веду», «ведти». Опять «д» и «т» находятся на одинаковой ступени звучности, и поэтому предшествующий согласный «д» изменяется в «с». «С» менее звучное, чем «т». Поэтому тенденция к восходящей звучности таким образом соблюдается. Итого, даже если вы видите «ти» в явном виде, все равно проверьте, не стоит ли перед ним «с». И если оно стоит, то оно может быть действительно конечным согласным основы, как в слове «несу», «нести», а может быть «с» вторичным, как в слове «вести», «вести», но «веду». Поэтому это «ведути». Это если перед нами «ти» в явном виде. Если перед нами «щ», тогда опять через форму первого лица единственного числа «могу», «могти», «мощи», «реку», «ректи», «рещи», «пеку», «пекти», «пещи». Вот таким образом находится основа инфинитива. Как же найти основу настоящего времени? Основа настоящего времени – это то, что предшествует личным окончаниям настоящего времени. Соответственно, личное окончание настоящего времени мы убираем, и то, что остается неизменяемое, то и есть основа. Например, «не сейши», «не суд», «не сем», «не сейте» – то же самое. «Знаеши», «пишеши», «двигнеши». Обычно они не совпадают с основой инфинитива. Однако могут и совпадать основы инфинитива и основы настоящего времени. Все формы глагола делятся на спрягаемые и не спрягаемые. Спрягаемые формы называются еще личные, потому что у них есть лицо. Спряжение глагола – это изменение глагола по лицам. Первое лицо, второе лицо, третье лицо. Я говорю, ты говоришь, он говорит. Вот такие формы глагола называются личными спрягаемыми. В свою очередь формы неличные, не спрягаемые – это те, которые напрямую к лицу не присоединяются и формы лица не имеют. Это, например, причастие. Одно дело «я несу», «ты несешь», «он несет», а другое дело «несущий». Это может быть и он несущий, и я несущий, и ты несущий. Формы лица у слова «несущий» нет. Так вот, споряжение существует только в личных формах глагола. Глагол изменяется по наклонениям. Обычно выделяются изъявительные наклонения, повелительные наклонения и сослагательные, оно же условное наклонение. В церковно-славянском языке, естественно, картина посложнее, там можно выделить еще, например, желательное наклонение. «Да приидет царствие твое». Это же не повелительное наклонение. Не повелительное. Вот то самое желательное наклонение. В изъявительном наклонении существуют времена. Будущее – несколько. Настоящее и прошедшее – тоже несколько. И по тому, каким образом глаголы спрягаются, то есть изменяются по лицам, они образуют спряжение. Нам известны два спряжения в литературном языке. Первое спряжение и второе спряжение. В церковно-славянском языке в области спряжений, как всегда, всего побольше, чем в русском литературном. И спряжений в церковно-славянском фактически три. Первое спряжение, такое же, как и в русском литературном. Второе спряжение, такое же, как в русском литературном. И есть еще глаголы, так называемые, архаического спряжения. Это всего несколько глаголов. Глаголы «быти», «дати», «ясти» в смысле «кушать», «ведите» в смысле «знать» и «имати», которые имеют свои собственные окончания. Чтобы ответить на вопрос, откуда взялось первое спряжение и второе спряжение, и почему в первом спряжении «ут», «ют», а во втором «ат», «яд», нужно копнуть несколько глубже. Копнуть в праславянскую систему и увидеть уже не два и даже не три спряжения, а пять глагольных классов. Причем глаголы пятого класса – это в чистом виде то самое третье спряжение архаическое, которое сохранилось практически без изменений в церковно-славянском языке. Глаголы первых трех классов образовали первое спряжение, глаголы четвертого класса образовали второе спряжение. Вот таким образом я вас сейчас заинтригую, а в следующий раз про эти самые глагольные классы расскажу. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok